Перед вами Коричневый Король, и я вас научу пользоваться краш-эдитом очек воба. И что же нам для этого нужно? Образ диска любой игры трилогии, программа по распаковке бин-файлов, сам редактор, программа по сборке бин-образов, эмулятор PS1 и прикладной материал. Образ любой игры будет стать относительно просто, но если у вас будет затруднение, то в описании к видео лежат все необходимые компоненты. Но если вы решили пойти моим путем, то есть доставить все самому, то дерзайте. Найдя образ игры, нам надо его распотрошить, для этого нам нужна программа для работы с изофайлами. Некоторые имеют функцию открытия образов для первой плойки, например UltraEyes или PowerEyes. Использовать в принципе можно любую программу, которую вы найдете. Главное, чтобы можно было открыть им бин-файл. Редактор вы можете взять у чек воба, достать на гитхабе или в описании. Программа для сборки образов понадобится нам для сборки самого образа диска. Для данных целей я применяю IMG Burn. Сейчас вы его увидите на экране. Но для того, чтобы вы могли спокойно монтировать образы первой плойки, вам необходимо выставить Data Type, как указано на стрелке. Эмулятор нам пригодится для проверки работоспособности мода. А с прикладным материалом будет проще шаманить. Разберем же саму структуру образа. Здесь вы увидите 4 папки и 2 файла. Для работы нам понадобятся вот эти 4 папки. Пронумерованы они от S0 до S3. В них и хранятся уровни. В описании приложен текстовый файл с нумерацией уровней. И по древней сакральной традиции, для первых опытов мы возьмем уровень SnowGo. В данном архиве он имеет номер 0Е. Запомните, нам важны последние 2 числа в названии файлов. Теперь перед нами древо с чанками. Чанки делятся на 5 типов. Нормальный чанк, звуковой чанк, текстурный чанк, вэйванг чанк и спич чанк. Пятый вид чанков применяется в основном в варпрумах, концовках, главном меню, а также в интро. Но, в японской версии они есть во всех уровнях, поскольку Акуаку дает свои советы. Звуковые и вэйвбанг чанки отвечают за звук на уровне. Если их удалить, то на уровне пропадет звук целиком, если, конечно, игра не вылетит до того, как вы уровень этот загрузите. В текстурных чанках хранятся текстуры. Данные чанки лучше не трогать во избежание каких-либо проблем. Ну и, наконец, нормальный тип чанков. Данные чанки содержат как раз-таки в себе основную информацию по самому уровню. Запомните, данные чанки хранят не более 64 кБ информации, поэтому вам придется немного ограничиваться этим всем. Сам нормальный чанк содержит внутри себя несколько N-TRI. Мы их можем называть входами. Делятся они в основном на 7 видов. Это T4, T1, T11, Demo, Model, Scenario и Entity. Т1, T11 и T4 Entity содержат внутри себя основные данные уровни, такие как виды врагов, биом, темнота, транспорт, таймеры и особые условия. Редактируются данные Entity через HexRedactor. И тут лучше быть осторожным и делать аварийные сохранения после каждого действия в HexRedactor. Модел из Scenario и Entity содержит внутри себя информацию о внешнем виде уровня и моделях. Entity и Entity содержат сущности. Первый item Entity содержит в основном данные о хитбоксах уровня, так что если вы их удалите вместе с чанком, то в игре будет аномалия пустоты. Настоятельно рекомендую быть аккуратным. Объекты, которые подписаны как Object, нижний пробел, что-то там, хэштег, номер, являются объектами в игре. То есть это может быть ящик, враг, игрок, снаряд, гем и так далее. Для начала это все, что вам необходимо знать, чтобы вы уже могли осмотреть местность и презентировать почву для ваших будущих извращений. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok